почему тормозит либо зависает android tv приставка как эту проблему решить чтобы она не появлялась в будущем расскажу в этом видео я делал уже такое видео на своем канале но мне кажется оно не полное я хочу еще более его расширить и показать методы решения которые позволят ускорить приставку и избавить ее от зависаний первое и важное нужно понимать тормозит она по аппаратной части либо по программной части если это аппаратная части например может быть процессор просто перегревается от сложных задач и начинает тормозить либо приставка дешевенькая скажем так немножко хламовая собрана на хламовых деталях те же минки например которые не сделаны для того чтобы на них гонять сложные какие-то задачи это вот аппаратная часть и аппаратная часть решается только например заменой приставки либо же если это охлаждение на приставке то дополнительным охлаждением потому что зачастую может зависать приставка именно от перегрева от того что он нагревается но тут важно понять что вы ничего с этим не сделаете по сути кроме того что замените приставку на более нормальную модель не бюджетные а нормальные модели будут стоить уже от 50 долларов и выше которые будут с нормальным охлаждением с нормальным процессором из естественно с нормальный объемом оперативной памяти я рекомендую брать хотя бы 4 на 32 это вот важный момент с которого стоит начать давайте перейдем с проблемами по программной часть tv-бокса здесь может быть несколько проблем первое и основная как правило здесь маленький запас памяти то есть у вас не хватает памяти вы устанавливали кучу приложений и игр которые зачастую вообще не используете но они здесь стоят и в разделе приложения занимает место и у вас остается меньше десяти процентов это такое критическое значение по памяти посмотреть это можно в хранилище память устройства и если у вас здесь менее десяти процентов нужно обязательно очищать объем хранилища внутреннего и если нужно что-то добавить или установить то ставьте дополнительную sd-карту и на нее устанавливайте по возможности переносите файлы это можно сделать в меню также приложений там вы сможете попереносить часть приложений на sd-карту таким образом уменьшив объем занятого пространства на самой приставке если вам например не нужно какое-то приложение вы установили его и им не пользуетесь либо уже давно не использовали заходите в меню приложений вот здесь настройки к примеру это x96 max plus меню приложений и вот real racing который я ставил один раз и запускал один раз выбираю его удалить окей и вот таким вот образом удаляя ненужные мне приложения тот же дает трагер удаляем его игры как правило занимают достаточно много места можно нажать все приложения и также здесь по удалять приложения которые вы не используете в том числе и приложения такие как кд плеер либо коде я например темп лером не пользуюсь но он занимает достаточно много места и также работает еще фоне а фоновые приложения очень сильно нагружают процессор и он может тормозить вот таким вот образом удаляйте приложения те которые не используете переходим к следующему пункту здесь есть еще такой нюанс по вирусам по вирусам которые можно получить на android приставки здесь пути получения ну их много начинают браузера где вы можете что-то скачать что-то открыть не то что нужно получив какой-то файл разрешив ему доступ на свою приставку также можно установить например приложение с usb накопителя в котором будет какой-то вирус и он также будет притормаживать приставку здесь два пути решения либо пройтись антивирусом каким-нибудь скачать антивирусник в play маркете и пройтись либо же сделать сброс приставки на заводские и поставить заново все приложения которые вам нужны но просто ставить антивирус какой-нибудь антивирусник я вообще не рекомендую это такое занятие себе потому что как правило антивирусник нагружает еще больше системы и она начинает тормозить и тупить еще больше а эффект от него по сути так 50 на 50 скажем так если вам что-то нужно установить установили и удалили этот антивирусник после того как установили какое-то подозрительное приложение потому что антивирусник еще раз напомню будет хорошенечко так хавать и оперативу и прос работая в фоне поэтому не рекомендую на постоянной основе бывают также варианты с какими-то багами в прошивке прошивка может быть не идеально особенно на китайских тиви боксах она очень даже не идеально поэтому рекомендую обновлять прошивку заходите в меню обновления есть вот такой пункт меню почти на всех приставках как апдейт и в апдейт можно найти либо онлайн апдейт она будет искать новую версию программ обеспечения либо уже нужно будет с usb накопителя либо обновиться по usb кабелю я показывал как это сделать есть соответствующие сайты на которых можно скачать прошивки вот таким вот образом ищем программное обеспечение прошивку для своей приставки также бывает вариант когда приставка зависает именно при работе в интернете либо при просмотре сложных там hd-видео например 4k видео здесь нужно искать уже проблему в интернет-соединение например у вас может быть слабое интернет-соединение либо недостаточный сигнал от вайфай роутера и вы сможете на приставке получать например скорость вместо тех же положенных для вас там 5 мегабит например либо 10 либо 100 мегабит который у вас есть вы будете получать 0 1 мегабита или вообще нулевую скорость там еле-еле которая будет качать здесь рекомендую установить спид тест и проверить спид тестом вашу скорость если вы смотрите какие-то сложные hd-видео с хорошим разрешением то у вас скорость должна быть хотя бы 10 как видим вот здесь 4 5 до 5 и даже мегабит не доходит скорость соответственно здесь у нас hd-видео особенно 4k если мы будем смотреть она будет подвисать здесь ну нету смысла даже искать проблему в приставке здесь проблема именно в интернет-соединение как это решается решается двумя способами либо же усиливаем сигнал вайфай от роутера замены роутера либо же прокладываем кабель от роутера до самой приставки подключаемся к lan порту таким образом увеличивая скорость ну конечно же нужно время от времени перезагружать роутер для того чтобы он получал новый ip адрес и также не резал соединения не вязал скорость интернет соединения а теперь несколько советов которые помогут вам убрать и лаги приставки зависания и так далее всегда очищайте кэш вашего вашей приставки есть несколько видов приложений для этого ну можно использовать сиси клинер например можно использовать тот же клин мастер не используйте антивирус не ставьте вы просто так потому что он загружает систему загружает и фоновые процессы загружает сам процессор и оперативу поэтому лучше его не использовать всегда очищайте память вам нужно как минимум 10 процентов свободного места от общего хранилища на вашей приставке иначе будет также проблема с зависанием пристав также очищайте диспетчер приложений не нужно хранить большое количество открытых приложений они также будут работать в фоне также будут забирать ресурсы процессора поэтому лучше закрывайте приложение которое вы не используете на данный момент вот такие вот простые советы и рекомендации помогут вас избавить от зависаний на приставке на android smart и боксе подписываемся на канал ставим лайки видео пока